Всем привет! Сегодня расскажу, как делала большой цветок на стену из одного рулона. Нам понадобится шарик диаметром 8 сантиметров. Сделала шар из туалетной бумаги и малярного скотча. От рулона бумаги отмеряю 50 сантиметров. Отрезаю. Полученное полотно сложим для удобства и отрежем. Три полоски по 8 сантиметров. Первое полотно сложим и разрежем с обеих сторон не до конца. Нарезаем острый заборчик. Ширина лепестка примерно 1 сантиметр. Аналогично нарезаем две оставшиеся полоски. Кончик каждого лепестка сворачиваю в тугую трубочку. На второй ленте то же самое. Закручиваем кончики лепестка в трубочке. Только две трети от верха. На третьей ленте лепестки закручиваем в трубочку. На одной трети от всего лепестка. И слегка растягиваем лепесток в его не скрученной части. Пока отложим их в сторону. От оставшегося отрезка отмеряем и отрезаем полоску 8 сантиметров. Затем разрежем ее на две равные части по 4 сантиметра. Сложим полоску для удобства и разрежем с обеих сторон не до конца. Оставим примерно 5 миллиметров. С помощью пластиковой карты нарезаем полоску на мелкую бахрому. Кончики бахромы скрутим. Со второй полоской делаем все то же самое. Скрученные кончики с помощью ножниц подкрутим в одну сторону, придав им изгиб. Оставшийся отрезок разрезаем до конца на две равные части по 8 сантиметров. Один из отрезков в сторону, а второй отрезок делим пополам по 4 сантиметра. Один из отрезков снова делим пополам и получаем две ленты по 2 сантиметра. Сначала предлагаю нарезать в мелкую бахрому отрезок шириной 4 сантиметра. Затем оставшийся отрезок 8 сантиметровый нарезаем в мелкий заборчик и закручиваем кончики. Теперь лепесточки немного растянем. Самые маленькие полоски шириной 2 сантиметра нарезаем в мелкую бахрому. Приступаем к сборке цветка. Берем самую маленькую бахрому и начинаем скручивать ее по кругу, каждый раз фиксируя клеем. Следим за ровным краем с обеих сторон. Для оживления середины на второй полоске шириной 2 сантиметра я немного скрутила кончики бахромы. Продолжаю клеить по кругу. Продолжаю клеить по кругу. Продолжаю клея вверх. Серединка готова. С помощью клея фиксирую середину на макушке шара. Продолжаю клея вверх. Следом приступаю к наклейке лент шириной 4 сантиметра. Клею на шар и на уже готовую середину. Лепестки немного подвиваются к центру. Закручивая и проклеивая фиксирую на шар все лепестки шириной 4 сантиметра. Ленты бахромы наклеены, получилась хорошая серединка. Приступим к лепесткам шириной 8 сантиметров. Начинаем с самых острых. Клеить будем на предыдущие лепестки и к шару. Вторую ленту клеим с небольшим смещением вверх примерно 5 миллиметров. Третья лента лепестков клеится еще немного поднявшись на 5 миллиметров. Четвертую ленту фиксирую. Четвертую ленту фиксирую. На лепестках поднявшись выше на 5 миллиметров. От рулона отмеряем и отрезаем 50 сантиметров. Полученное полотно делим на 3 равные части по 16 сантиметров. Первое полотно сложим пополам, еще раз пополам. Получаем заготовку 12 сантиметров. Прорезаем с обеих сторон не до конца. Нарезаем острые лепестки. Ширина каждого лепестка примерно 2 сантиметра. Собираем всю ленту в мелкую складку и немного покрутим в обе стороны. Кончики лепестков подкрутим чуть посильнее. Сам лепесток растянем. Так обработаем все нарезанные лепестки. Крепим лепестки и на шар и на сформированную середину. Смещаемся вниз на 5 миллиметров. Продолжение следует... Вторую ленту шириной 16 сантиметров крепим со смещением вниз примерно 5 миллиметров. Клея ленты немного присборяем. Третью ленту креплю на уровне 2. Продолжаю присборять идя по кругу. От рулона бумаги отмеряю 1 метр. Отрезаю. Получается 2 части метровое полотно и остаток в 38 сантиметров. Остаток разделю на 3 равные части по 16 сантиметров. Каждую ленту сразу разрежу на лепестки. Сложу в мелкую складку, закручу и расправлю. Кончики лепестков подкручу. Три ленты длиной 38 сантиметров готовы. Клеим лепестки опустившись вниз на 1 сантиметров от последнего ряда. Клеим по кругу немного присборяем. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Возьмем метровое последнее полотно. Сложим для удобства и разрежем на 2 равные части по 25 сантиметров. Затем разрежем метровые полоски для удобства пополам. Первое полотно складываем пополам и еще раз пополам и еще раз пополам. Отступая от верха 10 сантиметров обозначим точку и не разрезая по краям вырезаем острые лепестки. Обрезки нам понадобятся. Полученный заборчик присборим, закрутим. Особенное внимание на кончики. Каждый лепесток растянем посередине. Если прорез недостаточно глубокий, воспользуемся ножницами. Теперь обработаем обрезки. Придадим каждому форму лепестка. Закручу кончики и слегка растяну лепестки посередине. Из одной ленты мы в итоге получили лепестки двух размеров. С остальными полосками шириной 25 сантиметров поступаем аналогично. Только из оставшихся лент будем вырезать более пузатые лепестки. Продолжение следует... Сначала займемся лепестками из обрезков. Всю эту кучу будем клеить по кругу немного поднявшись вверх на 1,5-2 сантиметра. Стараемся клеить попадая между лепестками предыдущего ряда. Клеим, присборяем. Каждый раз смотрим на соцветия и определяем какую из сторон нужно усилить лепестками. Продолжение следует... Одиночные лепестки закончились. Получился уже достаточно большой цветок. Лепестки шириной 25 сантиметров клеим сместившись вниз на 2 сантиметра. Клеим по кругу, присборяем. Продолжение следует... Вторую ленту я разрежу по лепестку. Так удобнее попадать между лепестками предыдущего ряда. Клеим лепестки на уровне последнего ряда. Все лепестки наклеены. Оформим чашелистик. Хотя этого можно не делать. Цветок будет висеть на стене. От рулона зеленой бумаги отмеряем и отрезаем 20 сантиметров. Полученное полотно режем на две равные части по 25 сантиметров. Свернув полотно втрое сразу вырезаем острый листок. Боковые обрезки тоже пойдут на лепестки чашелистика. Из остатков вырезаем зеленые лепестки. Соберем затем все в мелкую складку и закрутим в одну сторону. Получится красивый завиток. На листочках ноготком прочертим прожилки. Клею листья на шар и на лепестки по кругу внахлёст. Маленькими обрезками задекорирую верхушку шара. Все, цветок готов. Я планирую сделать несколько таких цветов, а затем собрать их в композицию на стене. Закрепить цветы на разном уровне мне как раз помогут вот эти выступающие части, которые образованы шаром. А у меня на этом все. Удивляйтесь сами, удивляйте и радуйте близких. Удачи! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok